Друзья, всем привет! Вы слушает SD-Cast. Теперь уже 75 выпуск. И сегодня у меня в гостях Андрей Акиншин, разработчик в компании JetBrains. Санимается разработкой Rider. Ну и еще много чем интересным. Об этом мы с ним сегодня поговорим. Андрей, привет! Привет! Ну, по традиции, расскажи, как давно ты чем занимаешься? Интересно, как ты вообще попал в наш славный айтишный мир? Ну, программированием занимаюсь довольно давно. Полагаю, наверное, серьезно им занялся в восьмом классе. Я тогда увлекся олимпиадами СМ-ными. Участвовал в сборной. После школы перешел в сборную универа. Играл на всяких разных СМ-овских ивентах. Ну, а потом после универа постепенно переполз в мир энтерпрайза. Понятно. Ты прям вот со школы сразу в олимпиады. Слушай, довольно-таки интересно. Расскажи вот так в двух словах просто, так сказать, какого рода там задания. Потому что тут, возможно, будет тоже интересно послушать. Ну, знаешь, задания по типу тех, которые в интернете пишут как задачки для собеседований. Это такой средний уровень. Ну и бывают, конечно, задачки намного посложнее. В основном это алгоритмы, структура данных или задачки на идею придумать что-нибудь эдакое. Какую-нибудь интересную формулу или интересный алгоритм. Просто, знаешь, есть такое мнение, что вот эти там олимпиады, да, и они совсем, так сказать, не из нашего мира и не имеют ничего вообще, никакого отношения к нормальному вот такому, к нормальной разработке. Я имею в виду там какой-то именно продуктовый, то есть рабочий, рабочий такой вот разработки. Это так, да? Или все же есть какие-то точки пересечения? Ну и вообще имеет оно, что вот они тебе дали вот это участие в олимпиаде? Ну, слушай, с одной стороны, я с тобой соглашусь, что к интерпрайзу действительно мало отношений, потому что на контестах ты обычно пишешь задачки на 300-400 строк кода и пишешь их один раз, чтобы потом выбросить. То есть о частоте кода речь не идет. Все перемены называются А, А1, А2. Идея в том, чтобы просто это максимально быстро и корректно написать. Это с одной стороны. Вот, с другой стороны, олимпиады очень хорошо учат думать. То есть они тебя заставляют изучить какую-то базовую матчасть, те же алгоритмы и структуры данных. Они тебя заставляют освоить какие-то такие условно-базовые вещи для программиста, как работа с числами с плавающей запятой, работа с битовыми масочками, какие-то такие вещи, с которыми возникают проблемы у обычных разработчиков, которые в олимпиадную жизнь не заходили. И вот просто эта концепция умения думать над задачами, уметь искать подходы и базовое понимание каких-то навыков программирования, оно, конечно, в обычной жизни очень полезно. Единственное, это не утопать полностью вот в этом программистском, в этом олимпиадном подходе, когда ты пишешь один раз, быстро-быстро лишь бы получилось, и разобраться с тем, как делается нормальный интерпрайз, в котором нужно поддерживать легаси, в котором нужно писать в первую очередь читаемый код. Ну да, 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 тут же и говорю, немножко совсем другие задачи, да, там читаемость, там в дальнейшем поддерживаемость, расширяемость, модульность, вот это все, то, чего в олимпиадных задачах, в принципе, как бы наоборот, они скорее тебя затормозят и немножко могут откинуть даже в достижении результата. Ну, все так. Понятно, ладно, давай поговорим, наверное, про то, чем ты сейчас занимаешься, да, и как являешься разработчиком, в общем, в команде Raider, насколько я понимаю. Да, Raider – это, собственно, и ДЕшка для .NET, вот, построенная на платформе, соответственно, IntelliJ, наверное, как и правильно так обычно говорят. Да, все так. Вот, ну, расскажи, наверное, в двух словах просто про саму ДЕшку и вот, в принципе, какое место там она занимает вообще в линейке продуктов, как появилось идеальное место. Ну, просто IntelliJ, во-первых, там сам продукт на Java, да, и там в первую очередь он был для Java, потом потихонечку появились там всякие PHP-штормы, RabiMine и так далее, и так далее, да, и вот, я так понимаю, в какой-то момент появилось еще и .NET, что, в принципе, вполне логично. Но вот там ReSharper еще есть у вас продукт, там еще много всяких. Вот расскажи, в принципе, про саму ДЕшку, а дальше попробуем уже углубиться там в нее, там, архитектуру и так далее. Ну, история была следующая. Изначально у JetBrains было много разных IDE-шек для разных языков и средств программирования, они все построены на базе платформы IntelliJ IDEA. Вот, в том числе, точнее, кроме того, у нас еще был .NET стэк, представленный ReSharper, это плагин к Visual Studio, который делает вас продуктивным .NET-разработчиком, и разные тулы вокруг .NET-платформы. Это профилятор по перформансу, по памяти, да, декомпилятор и так далее. У нас много разных тулов. Вот, и в какой-то момент появилось желание написать также .NET-Ide-шку, потому что Visual Studio перестала устраивать. Вот, но при этом написать поддержку .NET-а на базе IntelliJ IDEA платформы, это была очень большая и сложная, казалось бы, нерешаемая в разумное время задача, потому что .NET большой и сложный. Но, с другой стороны, прикрутить к готовой логике в ReSharper новый красивый кроссплатформенный UI, написать его с нуля, это тоже задачка на очень-очень много человека лет, который в короткие сроки не решается никак. Вот, и появилась идея объединить, собственно говоря, эти два продукта, то есть от IntelliJ IDEA взять только интерфейс, мы называем его фронтенд, а ReSharper выступает в виде бэкэнда. То есть он ничего сам не показывает, но рассчитывает всякие там рефакторинги, навигации, всякие разные полезные штуки. Ну и вот на стеке этих двух продуктов появился Raider. Это довольно-таки интересно, потому что, в принципе, так-то там IntelliJ, она сама все в себе у нее есть, как бы ей ничего, в общем, извне, по сути, не нужно. Да, вот здесь получается, то есть вы взяли такой UI и вообще вот всю экосистему от IntelliJ, но, тем не менее, вот такой расчет и вообще вот это все штуки, которые специфичны, они тянутся из ReSharper, которые, я так понимаю, просто по внутреннему API как-то общаются с студией и оттуда все это вытаскивает. Да. Такая идея. Понятно. Слушай, ну расскажи немного поподробнее, наверное, как вот этот процесс устроен и общение, потому что тут уже так становится довольно-таки интересно, как оно все и архитектурно, глобально так выглядит, ну и как там более уже специфично. Опять-таки, я думаю, в дальнейшем обязательно поговорим там и про всякие компиляторы, там, версии, что и как. Опять-таки, у вас же, по сути, забегая вперед, райдер работает не только на винде, да, и тут тоже вот вопрос, как это будет устроено. Ну, это мы что-то слишком много так озвучили, да, и по порядку. Вот расскажи в целом, как это вот, ну, в двух словах ты сказал, но как оно чуть-чуть более детально работает, как происходит там взаимодействие с ReSharper, какие-то там протоколы, как вообще идея. Ну, совсем подробно я, наверное, оставлю ссылку к нашим разным докладам на конференции .next. Да, конечно. Особенно от Кирилла Скрыгана и Димы Иванова, они очень подробно рассказывают про то, как все устроено, но если в двух словах, то идея в следующем. Поднимаются два процесса, один для ReSharper бэкэндовский, который просто висит в виде где-то процесса, второй это процесс IntelliJ IDEA, который показывает вам интерфейс. Вот. И они связываются через сокеты, у нас есть свой кастомный протокол, по которому мы пересылаем данные между процессами. Ну, такой IPC, в общем, некий. да, и мы по этому протокольчик угоняем просто, по сути, viewmodel для представления всего, что нам нужно. То есть, в IDEA, именно в платформе есть очень много опишек, которые позволяют работать, например, с синтаксическим деревом, файлы для вашего языка, работать с какими-то там конструкциями, деревьями, еще чем-то. Но в Raider мы весь этот функционал убираем, у нас все деревья находятся на стороне ReSharper, все данные на стороне ReSharper, и мы по протоколу передаем лишь маленькую толику информации, которая нужна для того, чтобы что-то отобразить пользователям. И в итоге это получается очень быстро. Ну, в общем, да, все-все-все-все в памяти в башке у ReSharper, а здесь только то, что прямо сейчас необходимо, условно говоря. То есть, условно говоря, когда ты там шмешь автокомплит, начинаешь писать класс, то это маленький запросик в ReSharper, скажи, что там сейчас вообще по этому поводу есть, и он тебе возвращает непосредственно только нужную информацию. Как-то так, я так понимаю. Да, именно. Понятно. Слушай, ну а расскажи, как оно все живет на других платформах отличных от Винды, потому что тут уже встает много вопросов, что заменяет ReSharper там на том же каком-нибудь Mac или Linux? Ну, смотри, у нас есть три основных поддерживаемых операционки, это Windows, Linux, Mac. Некоторые умудряются запускать райдер на разных экзотических операционных системах, по-моему, слышал, что, ну, экзотических для нас, слышал, что ребята запускают райдер на FreeBSD, на Arche, еще на каких-то разных веселых дистрибутивах. Понятно, ну, это просто танцы с бубнами и с напильником вокруг линуксовой версии, очевидно. Ну, да, но вообще у нас на Винде мы используем для ReSharper полный датнет-фреймворк, на Linux и Mac мы просто используем моно. Ну, в принципе, логично, да. Ну, а идея, она и так кроссплатформенная изначально. Слушай, ну, а вот в случае там моно, окей, то есть вы как бы кто-кто общается с моно каким-то компонентом, то есть если ты говоришь, что у тебя ReSharper просто поднимается и он там все это делает, здесь в случае тоже какой-то маленький процессик, чтобы вам не менять всю архитектуру. Ну, моно это просто рантайм, то есть мы можем запускаться поверх моно, например, на Винде той же, а можем поверх полного фреймворка. моно строчки, чтобы запустить что-нибудь на Java, там Java, пробел и запусти мне вот это. Можно точно так же сказать для моно. Моно, пробел, там ключики, запусти мне вот процесс с ReSharper. А ну я к тому, что в принципе он у вас адаптирован в том числе и для работы вот в моно окружении, скажем так. Да, тут больше вопрос не про моно, а именно вот про кроссплатформенность в том плане, что изначально исторически в ReSharper очень много есть завязок на винду. Вот, не все вью-модельки были сделаны красиво как вью-модельки изначально. Вот, было много завязок на WinAPI, много завязок на COM, много завязок на просто разные особенности винды. И это все пришлось аккуратненько распиливать, все вью-хи распиливать, все API-шки виндовые, которые нам нужны, пришлось отпиливать, всю интеграцию со студией, пришлось отпиливать. Вот, ну и в итоге мы остались с ядром, которое, ну, более-менее хорошо работает везде. Этот процесс, сколько у вас, так знаю, не очень быстро это было, да? Ну да, есть очень много разных сложных проблем, то есть, пока мы пришли к первому запуску на Linux и Mac, нас ушло несколько месяцев, прежде чем все мы проблемы решили, и мы продолжаем наступать на разные проблемы кроссплатформенности, все время постоянно появляются нюансы, либо это баги самой моной, либо это какие-то особенности, что мы работаем поверх моной, а не поверх нашего рантайма, либо еще какие-нибудь именно завязки на расплатформенности. Понятно. Слушай, а вот, ну, тут как бы все мы знаем, что там в какой-то момент Microsoft начал в Open Source всякие дотнетовские штуки выкладывать, да? Вот расскажи, что для вас это как бы как-то поменялось, как-то отразилось там, может быть, типа, ну вот, сейчас появится счастье, там, ну, она, скорее всего, не наступила, но, может быть, есть шанс, что наступит, вот, какие-то ощущения твои, как вот именно со стороны разработки, то есть, есть что-то такое? Ну, смотри, ощущения двоякие, с одной стороны, ну, Mono с нами уже есть достаточно давно, много-много лет, но к нему есть много вопросов в плане стабильности, в плане перформанса, в плане поддержки разных вещей, вот, и Microsoft решили сделать так называемый .NET Core, это такая реализация .NET фреймверка в кроссплатформенном сценарии, полностью опенсорсная, абсолютно все на GitHub, вот, с одной стороны, это очень здорово, потому что теперь работать с кроссплатформенным .NET действительно можно без боли, мы имеем достаточно быстрый, хороший рантайм, но, с другой стороны, цена за это, это то, что у нас в .NET мире теперь все постоянно меняется, то есть, Microsoft постоянно выпускает новые превьюки самого рантайма, SDK для этого рантайма, еще много всего, и нам, как фирме, которая пишет .NET IDE, надо обязательно все это поддерживать, и достаточно часто бывают ситуации, когда мы выпустили версию райдера, а на следующий день приезжает версия .NET Core, в которой что-то поменялось, и у нас все разваливается. Да, вот это хороший момент, а как бы .NET Core у него есть какой-то родмап как-то, чтобы немножко пытаться с ним синхронизироваться или что-то такое, или вот они так, давай выпустим, раз выпустили, то есть, скажем так, предсказуемо или идет разработка .NET Core, чтобы на это как-то более-менее можно было опираться, или оно так очень не то чтобы хаотично, все же понятно, что там есть основной какой-то вектор, но вот давайте вот это добавим, раз добавили, и вот приходится как-то быстро, оперативно пытаться у себя, ну, в вам смысле у себя, это как-то решать, внедрять поддержку. Ну, родмап у них есть, да, более того, у них есть куча разных превьюшек, релиз кандидатов до выпуска и так далее, то есть, мы все это обязательно себе ставим, обязательно пробуем, но изменений делается очень много, и следить абсолютно за всеми нюансами очень сложно, очень сложно, и как только выходит превьюшка, мы ее себе ставим, тестируем по-всякому, но часто превьюшки приносят нам разные сюрпризы, которые быстро не пофиксить, вот, например, в последней превьюхе .NET Core 2.1, превью 1, по-моему, ребята сделали баг в дебагере, из-за чего в райдере отвалился дебаг .NET Core по-моему, под Linux и Mac, да, но эта проблема с одной стороны как бы не наша, это проблема рантайма, потому что не только у нас дебаг отвалился, дебаг отвалился во всех продуктах, которые хоть как-то .NET Core поддерживают, вот, но с другой стороны нам от этого не легче, потому что люди приходят, говорят, что вот, я поставил себе последний .NET Core, у меня ничего не работает. Но это извечная проблема, потому что как бы ваш продукт он является таким интерфейсом, для конечного интерфейса, с которым взаимодействуют пользователи, разработчики, поэтому понятно, что все, что не работает, оно по факту сыпется к вам, хотя на самом деле вы тут в общем-то можете быть и не виноваты совсем. Ну, мы и не виноваты, но проблемы решаем, например, вот эту багу мы зарепортили ребятам на GitHub, они ее, по-моему, уже даже решили, в следующий релиз войдет фикс. Они, в принципе, как бы, ну да, то есть, ищи все там реагируют и там стараются как бы, да, там всякие такие явные баги все чинить оперативно. Да, да, в этом плане все хорошо, то есть, ребята очень отзывчивые, мы с ними работаем над проблемами. Также мы очень много работаем с моновцами, так как, ну, моны это рантайм, поверх которого работаем мы, вот, и любые баги и проблемы, особенно остро, они стреляют в райдере. Возможно, райдер, наверное, один из самых больших продуктов в мире, который работает поверх моны. И мы очень много всего контрибьютим в мону, мы общаемся с моной командой, репортим вам баги и работаем над тем, чтобы в рантайм получился еще лучше. Ну, и вот то, как раз хотел спросить, то есть, вы даже и в самом моно тоже что-то там контрибьютите по мере сил, так сказать. Да, да. Слушай, а расскажи, вот, насколько вообще большая команда у вас именно разработчиков райдер, да, и как вообще вы взаимодействуете там с другими своими там подразделениями, ну, я имею в виду там смежными командами, да, потому что вот так или иначе, ну, продукты используют там под капотом, построен на платформе IntelliJ, да, и используют ReSharper, вот, это же другие команды, насколько я понимаю, правильно же? Да, да. Вот расскажи, как вообще в принципе происходит взаимодействие, потому что, понятно, что теоретически ведь те же продукты тоже развиваются, появляется что-то новое, да, вот, поэтому интересно больше вопрос, наверное, такой коммуникации, да, межкомандных, то есть, как у вас это вообще в принципе организовано, там, может быть, в компании в целом, ну, или вот там в твоем случае там взаимодействие там с ReSharper и IntelliJ. Ну, смотри, именно Core, команда вместе со всеми тестировщиками, саппортерами, всеми, 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 наверное, человек под 20 на текущий момент, сейчас довольно разрослись. мы очень честно общаемся просто с .NET командой и ReSharper и разные .trace, .memory, .pick и так далее. Вот, и более того, сейчас мы с ними живем просто физически в одной репке, вот, то есть, там, YAP и релизы ReSharper и Raider, они случаются просто из одной и той же кодовой базы. А, вот это интересный вопрос, так. Вот, поэтому общаемся очень тесно, вместе живем, вместе работаем, здесь все хорошо. С идеей немножко другая история, во-первых, потому что мы сидим условно не на мастере идеи, а на некотором нашем порке, в которой сделано длинное количество впадчиков, чтобы нам проще жилось. Это первое. То, что не нужно, соответственно, всем остальным. Ну да, это первая проблема, то есть, мы уже не живем в одной репе, у нас много своих паков, и мы время от времени подливаем себе свежую идею. Вот. Это первый нюанс. Второй нюанс заключается в том, что экосистема Дотнет и экосистема Джавы, они, в принципе, очень разные. И в Джаве есть какое-то свое видение того, как нужно делать разные вещи в Дотнете, есть свое видение. И, как несложно догадаться, в IntelliJ IDEA в основном используются подходы с Джава-миром. Ну да, вполне логично, конечно. Вот. На что мы иногда наступаем, и приходится искать какие-то компромиссы, воркараунды, и часто дискутировать с идеевской командой. То есть, мы обычно, если это возможно, с минимумом усилий, мы пытаемся пропихнуть какие-то изменения именно в идею, договориться с ребятами, объяснить, что вот так будет всем лучше. И зачастую это даже удается. Ну а в случае каких-то больших чинжей приходится делать свою имплементацию определенных фич, ну и потом уже впоследствии потихоньку обсуждать, как бы это использовать на уровне всей платформы. Слушай, а какой-нибудь такой вот просто примерчик, если может быть в голову придет, каким, что такого вот было на твоей памяти? Ну вот, например, две системы, которыми занимаюсь я, это Nougat и Unit Testing. Unit Testing у нас вообще полностью свой, мы не используем ничего из идей, потому что в ReSharper в идее просто разные концепции Unit Testing. В ReSharper у нас есть такая сущность, как Unit Test Explorer и Unit Test Sessie. Сможем посмотреть все тесты, выбрать из них группку, создать сессию, удалить тесты из сессии, создать новую сессию, играться с ними и так далее. В идее нет концепции сессии, там есть концепция Run Configuration, что вот у нас есть конфигурация, в которой мы запускаем все тесты из вот этого класса, или все тесты из вот этого модуля. Вот, и набор фичей в поддержке Unit Testing в ReSharper в идее очень сильно различается, поэтому законтрибьютить сразу все это в платформы и убедить идею, что вот то, как делали они 15 лет, это неправильно, а вот как мы делаем это правильно, это, конечно, непростая задача. Ну и плюс, наверное, это же как-то же оно же и наружу торчит, соответственно, те, кто там пользуются и живут там в мире Java, они, наверное, тоже привыкли, что вот как бы да, конечно, и не только в мире Java. Поменять просто парадигму вот этого подхода, она, она, нельзя, может быть даже и не стоит пытаться. Нельзя, более того, это мы говорим сейчас не только про идею Java, но и про все остальные наши IDE-шки, там PyCharm, RubyMine, PHPStorm и так далее, то есть везде используется одно видение, мы не можем взять и прийти и все поменять. Вот, поэтому мы пошли по пути наименьшего сопротивления и просто написали там свою реализацию вне тестинга. Ну а, например, такая фича, как Nougat и она в идее просто отсутствует, то есть там есть разные свои методы решения, управления зависимостью пакетами, но они очень сильно отличаются от того, что в Дотнете. Поэтому Nougat пришлось делать с нуля. Ну да, ну потому что, в принципе, там вот, например, там для WebStorm, там NPM и прочее, вот эти штуки-то, оно все для проекта и, так понимаю, всякие в Java, там всякие Mavin и прочее, тоже все поддерживается, но оно просто отличается так кардинально от Nougat, да? Да, конечно, ну нельзя просто взять их в юху и применить к нам. Ну да, понятно, понятно. Слушай, ну вот, знаешь, в Дотнет, там, в принципе, все так или иначе, ну привыкли к тому, что изначально их всегда разрабатывали там в Visual Studio, да, соответственно. А Паша и ДЕшка, она, ну как ни крути, все-таки и даже внешне, она визуально, она, ну, другая немножко. То есть, вот там, если люди, конечно, там приходят из мира уже там всяких IntelliJ каких-то продуктов, им очень просто, там, на Rider, она уже понятна. А вот те, кто там живут на Visual Studio, вот, и когда они там первый раз запускают Rider, да, наверное, разные бывают ощущения у них там, чувства, что, ой, как тут все по-другому или вот, или наоборот, там нравится, не нравится, расскажи, у вас же есть какой-то фидбэк просто, как вообще, ну и в принципе, как разработчики вот на нее смотрят, то есть, ну, вот, отличие, да, такое, все с Visual Studio именно в подходе, в визуальном каком-то. Ну, ты на самом деле все очень правильно рассказал, то есть, те, кто пришли из мира наших других IDE-шек, им в Rider просто все хорошо и знакомо, они знают все хот-кей, они знают, как все работает, они знают, где там, как поменять настройки, как что-нибудь там включить-выключить, как настроить плейот. Если мы говорим о людях, которые всю жизнь работали в Visual Studio, у них, ну, небольшой культурный шок в самом начале, потому что, ну, именно парадигма UI, она несколько отличается. При этом мы пытаемся сделать такой плавный транзишн, например, у нас есть несколько схем Hot Cave, у нас есть чистая такая идея-райдеровская схема, у нас есть ReSharper, схема, и у нас есть Visual Studio, то есть, если вы даже работали в Visual Studio без ReSharper, то вы можете поставить там Hot Key, которым вы привыкли в Visual Studio. Вот, есть определенный порог вхождения именно в User Interface, то есть, нужно потратить немножко усилий и понять, как все работает. это действительно очень маленькое количество усилий, и затем вы становитесь суперпродуктивным разработчиком, когда вы понимаете, как все работает, как добраться до каких функций. Вот, особенно мы пропагандируем такой подход, что все должно быть возможно сделано с клавиатуры, и мышка вообще не нужна. Вот, народ к этому очень привыкает, и все достаточно удобно. Это есть, знаешь, такой плагинчик, я думаю, ты наверняка про него слышал, кажется, Key Promoter называется, вот, страшная вещь, потому что, когда ты его включаешь и начинаешь что-нибудь делать мышкой, он тебе кажется говорит, чувак, это же можно сделать вот такой комбинацией. Да, все хорошо, да, все правильно, есть такой плагинчик. Вот, да, так что, кто вдруг про него не слышал, то советую им поставить, потому что, реально просто, ну, запомнить все невозможно, а так ты, просто, самые частые вещи, постоянно он тебе ругает, что, товарищ, ты уже 10 раз мы тыкнул мышкой, ну, в конце концов, нажми уже этот, там, в Command Alt что-нибудь. Да. Слушай, ну, а расскажи про какие-то вот такие фишки, ну, то есть, вот интересно просто, что разработчики там говорят, какие-то вот, там, я думаю, у тебя наверняка есть какие-нибудь там в запасе, интересный случай про то, что вот здесь удобно, а вот это вообще там неудобно, вот какие-то такие особенности, ну, просто интересно. Ну, слушай, абсолютно весь фидбэк мы стараемся анализировать в меру наших сил, и если что-то неудобно, и на это жалуются там несколько людей, мы стараемся опять-таки по мере возможности и пофиксить. У нас очень большой поток тикетов идет с разных сторон, то есть, у нас есть вещи, которые мы просто, ну, не можем не сделать, например, мы не можем не поддержать там новую версию там NetCore, вот, если выходят там какие-то изменения именно в экосистеме, мы должны их поддерживать, вот, если выходит какая-нибудь там новая версия там XUnit, NUnit, мы, ну, обязаны ее поддержать, все должно работать из коробки, то есть, у всяких таких вещей у них, наверное, первый приоритет. Ну, да, это как бы самые понятные такие вещи, именно платформы, там, не знаю, новая версия там C Sharp, еще что-то, это все понятно, что это то, что в первую очередь надо поддерживать, а более какие-то такие, скорее, там, какие-то хотелки, пожелания, на ничего не такое. Да, ну, вот, во вторую очередь, наверное, мы занимаемся больше каким-то critical багами, вопросами стабильности, security, всяким таким, ну, и вот, в третью очередь, уже добираемся до разных хотелок, пожелалок, постоянно работаем над UI, и в этом смысле очень хорошо работает смысл докфудинга, что мы все сами постоянно сидим в райдере, у меня райдер, наверное, обновляется где-то 10 раз в день, и я постоянно, абсолютно постоянно сижу на самой последней версии райдера, и если что-то начинает не работать, или если что-то меня постоянно нервирует, то я с этим долго мириться не могу, я иду просто и фикшу, потому что, ну, я тоже работаю в этой IDE-шке, и благодаря этому, ну, самые какие-то плохие вещи, они достаточно быстро уходят, вот, те вещи, с которыми, ну, как-то можно жить, вот, не очень удобно, но жить можно, они остаются, ну, немножко подольше, пока мы не доберемся. Угу. Ну, в принципе, да, все логично, ну, вообще, вот и тема докфутинга, она очень-очень сильно, мне кажется, способствует какой-то такой стабилизации, более, там, UX-оптимизации очень быстрой. Да, все так. Слушай, а расскажи, ну, просто в двух словах, как у вас, в принципе, устроен там процесс разработки, имеется в виду, так сказать, ну, вот там, планирование, да, там какой-то у вас есть такой глобальный roadmap, то есть у вас там есть, ну, какой-то там запланированный цикл выпуска каких-то мейджор-апдейтов, да, условно говоря, что вы туда включаете, ну, есть какие-то минорные там патчи, понятно, ну, и как в дальнейшем, так сказать, это вы там планируете, собираетесь, как у вас там задачи распределяются, просто все берут все подряд, или какие-то есть там люди, которые там ответственны за какие-то больше, скажем так, области, там, компоненты, модули, да, вот это. Ну, смотри, все очень индивидуально и хаотично для каждого человека, вот, а еще маленькая такая рекламная пауза у нас будет где-то через месяц в Москве мероприятие JetBrains Open Days, сквозь все в нашем офисе, где будет много докладов про то, как все устроено в JetBrains, там, в том числе, будем рассказывать про процессы, про то, как работает команда, вот, можно посмотреть. Ну, добавим обязательно ссылочки все. Да, да, ссылочка будет. И, ну, если кратко, то у каждого человека есть некоторая зона ответственности, которую он покрывает, есть определенные этапы планирования такого выскоуровневого, то есть, мы собираемся все вместе обсуждаем, что вот, такие-то, такие-то мажорные фичи, они, ну, должны попасть в этот релиз по разным там соображениям, иногда маркетинговым, иногда техническим, а вот эти, вот эти фичи, мы их там не успеваем сделать просто никак, они уходят у нас на следующий релиз. Угу, у вас такое, то есть, по сути, в каком-то смысле, там, agile, не agile, ну, что-то такое, что вот, да, есть. Нет, мы, в общем, ну, мы очень не любим всякие agile-словечки, вот, agile-терминологию, то есть, у нас пропагандируется атмосфера свободного творчества, но при этом дедлайны дедлайнами у нас есть пул тикетов, которые, ну, обязательно нужно развести, и дальше уже каждый девелопер, ну, более-менее сам разбирается, когда, какие ишуи разумнее всего фиксить. Вот, то есть, бывает так, что, например, на мне висит какой-нибудь большой рефакторинг к следующему релизу, который блокирует нескольких других людей с их фичами. Вот, и я знаю, что мне нужно в первую очередь сделать рефакторинг, чтобы разблокировать других людей, и только после этого я смогу заняться, например, какими-нибудь там супер-критикал проблемами, какими-то важными багами. Ну, и, соответственно, вот эти все вещи тоже как бы уже внутри там обсуждаете, что, слушай, о, у тебя там вот есть такая задачка, вот я без нее там вообще дальше жить не смогу, да, ну, то есть, какое-то такое, и ты устраиваете там небольшие совещания или просто, так сказать, там за чаем, кофе мы эти вопросы обсуждаете, ну, потому что невозможно заранее так сказать знать вообще все, да, кому-то твоя задача фичи там может повлиять, помешать. Ну, мы много общаемся, но, во-первых, у нас, как я уже сказал, изредка есть какие-то высокоуровневые планирования, потом у нас есть обязательные каждодневные стендапы по полчаса, ну, ну, и внутри команды мы постоянно очень плотно и тесно общаемся. Вот, по зонам ответственности немножко сложнее, во-первых, у нас есть такое понятие, как подсистем, и ответственные за эти подсистемы, то есть, например, там, те же Nouget и Unitest, они, ну, это отдельные подсистемы, и если что-то из этой области начинает работать не так, то там, в первую очередь, летит баг на меня, я уж потом разбираюсь, действительно ли это проблема связанная там с Nouget и Unitest, или это проблема связанная еще с чем-то. Вот, а есть такие больше не подсистемы, а более такие направления разработки, например, поддержка кроссплатформенности, то есть, это у меня, например, на рабочем столе стоит три разных компьютера, у меня стоит Mac, Linux и Windows, и я более-менее параллельно в них всех трех работаю, очень помогает, когда нужно отловить именно какую-нибудь кроссплатформенную проблему, которая может производиться только на Linux или только на Mac. Вот, или я там, например, занимаюсь перформансом, если там что-то начинает тормозить, то я там могу, даже там не связанное с моими подсистемами, я могу там поснимать снапшоты, как-то поинвестигировать, найти людей, которые там ответственны за этот кусок кода. У нас также есть внутренняя системка, которая мониторит время прохождения разных тестов, и в случае, если что-то где-то пошло совсем не так, там случается алярм, я эти алярмы каждый день разгребаю, и говорю ответственным людям, что это что-то сломалось. Вот, но с одной стороны, но с другой стороны, я там не один такой, то есть у нас есть много клевых специалистов и по перформансу, и по кросплатформенности и другим вот такими направлениям, которые не являются отдельной подсистемой, но при этом требуют определенных компетенций. Логично, да, в общем. Слушай, а с точки зрения просто, так сказать, там общего кода, вы там мастеры, все фичи-бранчи, ну в общем, какой-то обычный такой уже подход, да, наверное, используете, или что-то такое экстравагантное? Ну, у нас есть такой внутренний инструмент, который мы называем мерч-роботом, то есть если я хочу, чтобы какие-то вещи попали в мастер-ветку, я не могу взять и запушить руками что-то в мастер-ветку. Я создаю отдельный бранчик, делаю в нем все свои грязные дела и потом говорю мерч-роботу, что я хочу этот бранчик влить. Он делает такой предварительный мерч, прогоняет все тесты, убеждаются, что все тесты проходят. К сожалению, у нас есть определенное количество флаги тестов, которые мигают, поэтому если что-то случайно упало, то мерч-робот пробует делать несколько ретраев и если после не очень большого количества ретраев все тесты наконец-то прошли, то он этот бранчик автоматом подмершивает. Ну и после этого автоматом там собираются все инстайлеры. Благо у нас есть свой продукт под названием Team City, который со всем этим справляется. Происходит выкладка артефактов, происходят там апдейты информации о тестах в нашей системе, которая следит за перформансом, ну и так далее. Ну понятно, да, в общем, все логично. Ясно. Давай, наверное, ну вроде бы про райдер более-менее обсудили, так в целом чего хотели. Давай вот по что поговорим. Ты являешься, я знаю, мейнтейнером проекта Benchmark.net, вот, и расскажи, ну и вообще довольно часто рассказываешь вообще про перформанс, про вот оптимизации какие-то. Я так понимаю, эта тема просто тебе как-то так, ну скажем так, душевно близка, да, ты там интересуешься и вот, ну и как вообще, расскажи, ты в итоге попал в Benchmark.net, ну в смысле, как стал его мейнтейнером, как вообще проект появился? Ну смотри, начинал проект, я его как какой-то пед-проджект для моих личных нужд, то есть я в какой-то момент начал заниматься перформансом и возникло много задач связанных именно с бенчмаркингом, то есть мне нужно было замерять время работы очень маленьких операций и у меня тогда не было знания о том, как это делать правильно, но эти знания, они путем набивания шишек постепенно приходили, вот, то есть я узнал, что нужно там делать много итераций, что нужно делать там грамотный прогрев, вот, я узнал, что нужно аккуратно работать с перформанс распределениями, которые получаются и так далее, вот, и дабы не возводить вот какую-то инфраструктуру для бенчмаркинга каждый раз, я начал собирать какие-то повторяющиеся части в библиотечку, которая получила дальнейшее название бенчмаркинг.нет, вот, изначально, то есть это был инструмент именно для оптимизации рутины и защиты от каких-то там популярных ошибок, которые можно сделать просто по невнимательности, например, когда создаешь там самый простой новый солюшен в студии и там запускаешь проект, он у тебя по умолчанию запускается там в дебаге с выключенными оптимизациями, что может там в случае микробенчмаркингов использовать перформанс просто там в 10-50 раз, а если ты используешь бенчмарк.нет, он тебе ну просто не позволит запустить все это в дебаге, скажет, что ты делаешь неправильно. Вот, но со временем библиотечка начала пользоваться определенной популярностью, список контрибьюторов из одного меня расширился, к нам пришел Мэтт Ворон, к нам даже какое-то время присоединялся Джонс Кит, мы с ним много обсуждали перформанс, как правильно бенчмаркать, вот, затем они постепенно отошли, проекта, но зато к нам пришел Адам Ситник, который сделал просто гигантский объем работ, главным образом в связи с поддержкой всяких .NET Core, вот, и мы теперь фокусируемся не только на том, чтобы вот можно было оптимизировать какую-то рутину, но просто чтобы сделать инструмент, с помощью которого можно будет эффективно решать задачи, связанные с замерами перформанса, например, у нас одна из таких корневых концепций бенчмарк.NET она называется Job. Это некоторая работа, которая включает в себя запуск бенчмарка в определенном окружении, в определенных условиях. Например, с помощью бенчмарк.NET можно запустить один тот же бенчмарк сходу на полном фреймворке, на .NET Core и на бенчмарк можно заказать запуск на разных версиях моно, .NET Core, на билдах, которые собрались на MyGate или на билдах, которые собрались локально. Можно установить кучу настройок, что я хочу настройки ГЦ, я хочу столько итераций и так далее. И просто в один клик получить summary table по всем возможным environment. Сравнение environment это одна из самых наших главных фич. Другая фича заключается в том, что мы помогаем проводить перфоманс исследования. Самое простое возьмем, если мы откроем любую статью, книжку, гайд по бенчмаркингу, нам скажут, что по-хорошему нам нужна не одна итерация, а несколько. Внимание, вопрос, сколько итераций нужно. Если бы ты писал бенчмарк, сколько итераций ты сделал? Слушай, хороший вопрос. Ну да, одна-одна мало, не знаю, сто. Опять, тесты же тесты разные, если там большие, хотя ты говоришь про микробенчмарки, но там порядок тысяч, наверное, ну вот с моей дилентантского тычка в небо. Давай теперь правильный ответ. Правильного ответа нет, потому что здесь есть очень много чисел, которые нужно очень аккуратно подобрать. Во-первых, если бенчмарк длится несколько наносекунд, действительно, его нужно повторить в цикле много раз, причем повторить не любой цикл пойдет, нужно очень аккуратно этот цикл написать. дальше все итерации их нужно запустить не один раз, а несколько, чтобы получить статистику. И тут тоже люди вставляют какие-то волшебные числа 10, 100, не потому что они понимают, что нам здесь нужно 10 итераций, а просто потому что первое число, которое им пришло в голову. И как подсказывает логика, это число, скорее всего, это будет либо слишком мало итераций, и мы не получим нужный уровень точности, либо это будет слишком много итераций, и мы потратим время за зря без существенного прироста точности. Бенчмарк днет решает все эти задачи, то есть он пытается подобрать все эти чиселки сам. А на основе каких-то эмористических таких идей или просто опыта, ну то есть или у вас тоже какие-то там есть magic numbers, которые, например, а, тут я там проанализировал, не знаю, процессор environment хардварный, ну вот для этих характеристик примерно вот такие числа, окей, или вот расскажи поподробнее, как это все под капотом устроено. Мы автоматом следим за тем, что происходит в бенчмарке и пытаемся как-то вот все эти магических сил на самом деле не хватает, но мы их стараемся как-то адаптировать под то, что у пользователя происходит в его коде. То есть сначала у нас есть несколько там стейджей и бенчмаркинга, есть там санай часть, есть, например, вармап часть, а есть часть, которая называется пилотная, пилотный стейдж. На этом этапе мы пытаемся там запустить метод сначала один раз, потом там два раза в цикле, потом там четыре раза, потом восемь и так далее. До тех пор, пока вот количество раз не даст нам какое-то время, которым мы будем довольны. Вот по умолчанию там то ли 100 миллисекунд, то ли 500, но этот порог там у нас абсолютно все кастомизируется, то есть все можно подтюнить над себя. Именно натюнить не конкретное зашитое количество итераций, хотя это тоже можно, а именно требования по уровню точности, которые мы хотим получить от такого случайного бенчмарка. потом, когда мы выполнили пилотный стейдж и знаем, сколько нам таких операций нужно повторить, мы начинаем запускать этот цикл с фиксированным количеством операций, там раз запустили, два запустили, три запустили, и дальше мы инкрементально считаем статистики и следим за разными показателями типа конфиденц-интервалов. И вот у бенчмарка это задача сжать конфиденц-интервал до определенного до определенной величины. Ее тоже можно захардкодить в настройках и сказать я хочу, чтобы он был не больше 10 миллисекунд или я хочу, чтобы он был не больше чем 5% от среднего времени выполнения. И бенчмарк.нет сам сделает всю магию. В самых последних версиях мы еще очень много времени уделяем именно подсказкам пользователем. На случай, если он руками выставил количество итераций и выставил слишком маленьким, он получит под табличкой warning, что ты сделал слишком мало итераций и ты не можешь опираться на тот уровень точности, который ты получил. Увеличь, пожалуйста, итерации. Или вот еще такая проблема очень популярная. У нас по умолчанию всегда в summary таблички рисуется такая вещь, как стандартное отклонение. И это число очень многие люди не понимают, не смотрят на него, смотрят только на среднее. Вот. Вокруг этого мы тоже делаем много всяких моментов. Например, по умолчанию у нас вводится только средняя величина по всем итерациям, но если мы видим, что она очень сильно отличается от медианы, больше, чем допустимый порог, то мы также рисуем определенную колонку с медианой, чтобы человек увидел, что вот есть средняя и есть медиана, и они отличаются и отличаются заметно. Вот. В последнем на эти версиях, вот скоро войдет релиз, я сделал поддержку детектинга мультимодальных распределений. То есть очень часто в продакшене возникает такой кейс, когда у нас у перформанс распределения есть, например, два локальных максимума. Программа работает либо там 20 миллисекунд, либо 100 миллисекунд, и средняя получается 60, то, что мы видим в колонке со средним значением. Эти 60, они нам ни о чем не говорят. И идея в том, чтобы подсказать пользователю бенчмарклки, что нужно посмотреть на что-то еще. Мы теперь говорим, эй, у тебя кажется, что у тебя здесь бимодальное распределение, смотри, пожалуйста, график. Ну, графики умеем тоже рисовать. Да, и, соответственно, дальше это уже как-то можно акцентировать внимание. Ваша задача акцентировать внимание, что на самом деле не все так хорошо, а дальше уже пробуй, копайся, разбирайся дальше, да? Да, именно. То есть смотреть абсолютно все статистические показатели для каждого бенчмарка, во-первых, очень большой объем работы, во-вторых, он не нужен, потому что там в 90% кейсах на самом деле все хорошо, то есть можно брать просто среднее и не смотреть больше ни на что. Но вот в 10% кейсах, когда возникают определенные сложности, вот эти сложности, ну, нужно понять, что они есть, как-то задетектить, понять, что нужно копать глубже. И вот эту задачу мы как раз пытаемся решить декоматизированно. Слушай, ну, вот это то же самое относится к каким-то всплескам, то есть когда ты запускаешь тысячи итераций, там 950, не знаю, они примерно все где-то в среднем с небольшим разбросом, но есть там на каких-то граничных условиях где-то всплески, которые такие сильные отклонения, вот это, я так понимаю, вы тоже, наверное, как-то ловите и тоже что-то. Да, у нас такие штуки, ну, вообще в статистике эти штуки называются аутлайеры, такие запредельно там большие, например, значения, и по дефолту мы их просто вырезаем, ну, то есть мы их не молча вырезаем, мы там в конце пишем, что вот из вашего распределения было удалено там два аутлайера, вот, это связано с тем, что в наиболее там распространенном сценарии у нас появляются такие, ну, аутлайеры, которых мы не ждем, например, там у нас делается какие-нибудь там его операции и у нас там диск в какой-то момент начал там все флашить и воткнул, или просто там человек делает какую-нибудь цепую работу, а фоном решил там открыть какое-нибудь приложение, которое там на две секунды нам занял весь процессор, вот, такие всплески мы по умолчанию отфильтровываем, но при этом у нас опять-таки есть ключик, с помощью которого можно сказать, я там хочу смотреть на аутлайеры и анализировать их, например, если я пишу какой-то Network Benchmark, который там с интернета скачивает, там обращается к какому-то серверу, вот, и я именно хочу узнать, в каком процентом случаев у меня там все плохо, какое-то у меня максимальное время ответ, вот, это мини-частый по больнице сценарий для бенчмаркинга, но его можно там одной строчкой включить и наслаждаться. Ну да, слушай, еще интересно, ты там упоминал там правильный прогрев, да, вот, тестов, расскажи немножко про Павдон, потому что я так понимаю, что это, в принципе, ну, там может иметь отношение в том числе, так сказать, и для того, где на уровне Hardware там проинициализируются правильные кэши, чтобы в дальнейшем, как бы, скажем так, в нормальном режиме работы программы, да, там все лежит где-то там в правильных регистрах в кэшах, и, ну, чтобы тесты были более, более, как сказать, адекватные, ну, реальные работающие, там, походили на реально работающую программу, да, или вот расскажи про это чуть-чуть. Ну, ну, ты все правильно на самом деле сказал. Я угадал, ну, елки-палки. Ну, то есть, да, у нас делается вармап, он, это прогрев на самых разных уровнях, то есть, начиная там уровня цепок кэша до уровня, ну, не знаю, там, джитинга, загрузки разных сборок, какой-то там, не знаю, инициализации статических полей, то есть, бенчмарк.нет, он всегда рассчитывает на то, что у тебя есть в бенчмарке некий стади-стейт, то есть, вармап, ну, опять-таки, вопрос, сколько делать сетераций вармапа. Вот, ответ, пока мы не выйдем на стади-стейт, то есть, в большинстве случаев на это там достаточно, грубо говоря, там 2, 3, 4 итерации, в некоторых случаях нам нужно, например, 15 итераций, прежде чем мы на такой стади выйдем. Вот, мы заранее, конечно, не знаем, что там будет прогреваться у пользователя, вот, это очень зависит от кода, но нам это не так важно, нам главное вот этого стади-стейта достичь. Ну, вот, как-то так. Да, еще у нас есть, ну, прогрето-старт это опять-таки дефолт, потому что это самый распространенный кейс, но также у нас есть вариант с колд-стартом. Мичмарк.нет для каждого мичмарка-метода генерирует отдельный проект в целях изоляции и запускает его в отдельном процессе. Это нужно для того, чтобы методы не аффектили друг друга и от их порядка ничего не зависело. Очень много ошибок с этим связано, когда либо какие-то данные протекают из одного бенчмарка в другой именно на уровне пользовательского кода, либо на уровне рантайма, то есть что-то в рантайме какие-то там чиселки адаптировались, подменялись под первый бенчмарк и повлияли на перформанс второго иногда значительно. В докладах есть много примеров, когда эффекты имеют место быть. Поэтому мы все изолируем и запускаем все в отдельном процессе. И если нас интересует например холодный старт, мне не нужно руками запускать мой бенчмарк 50 раз и руками собирать статистики. Я могу сказать, мне интересует холодный старт, без вармапа, всего одна итерация и сделай мне 100 запусков. Бенчмарк .NET автомат сделает новый проект, побилдит его и запустит 100 раз и соберет именно статистику о холодном старте. Ну, в принципе, да, тоже может быть удобно. Слушай, ну, а расскажи еще, знаешь, вот интересно вот такой вопрос, насколько нужно разработчику, ну, больше какой-то философский вопрос в каком-то смысле подискутировать, понимать какие-то низкоуровневые вещи, потому что по сути, когда ты пишешь прикладной код, сейчас разработчиков, мне кажется, большинство, которые спокойно могут писать, они там знают фреймворки, но даже только языков не знают, ну, и вроде пишут, и что, все работает, но вот как ты считаешь, хотя я примерно догадываюсь о твоем ответе, но тем не менее, надо разработчику понимать низкоуровневые вещи, происходящие за твоим кодом, да, то есть там ИО, как устроено, может быть, даже еще глубже там взаимодействие в конечном итоге выполнения твоей программы там на CPU, да, взаимодействие с памятью, вот эти все вещи. Ну, короткий ответ зависит, вот, зависит от того, ну, чем ты занимаешься. Ну, так или иначе, какие-то именно там структуры, данных, алгоритмы, сведения моего разработчик, они на самом деле ну, не очень нужны, вот, тем более там знать их и вот как там в олимпиадном программировании успеть там нужно, чтобы ты умел там написать какому-нибудь сложный алгоритм паха-карайсика там за 10 минут, вот, таких скиллов, конечно же, не нужно. Более того, не нужно писать в продакшн алгоритм за 10 минут, лучше потратить там день, покрыть его аккуратненько там юнит-тестами, там, проверить перформанс и так далее, вот, а лучше позвать каких-то людей, которые умеют этот алгоритм или погуглить там найти готовую любую на ну, гейте, которая там делает все за тебя максимально эффективно. Ага. Вот, поэтому всем этим важно, все это важно знать, если это, ну, непосредственно то, чем вы занимаетесь. Ну, то есть, вопрос серии, вот, скажи, нужно ли программисту, просто сферическому программисту знать базы данных? Я думаю, что нужно даже сферическому, потому что в конечном итоге, ну, если ты там даже из клиентского кода, там, не знаю, используешь какой-нибудь ОРМ или напрямую, там, что же запросы, ну, хорошо, да, когда там, не знаю, тебе могут, может разработчик баз данных там что-то, все предоставить, и вот ты просто там, так сказать, тупо вызываешь его, там, не знаю, хранимки, да, и не думаешь ни о чем, но с другой стороны, как бы, это всегда, так сказать, расширение кругозора, оно в конечном итоге сказывается положительно, потому что ты можешь там какие-то, так, увидеть какие-то вещи, но более, может быть, оптимально сделать, более заложить у себя архитектуру, понимая, как ты в дальнейшем будешь взаимодействовать там с базой данных, немножко по-другому, понимаешь, вот поэтому, мне кажется, так. Ну, вот смотри, я, например, базу данных не знаю почти совсем, то есть, у меня есть какое-то общее представление о том, как все это работает, я могу там написать пару простых SQL-запросов, да, и все, но у меня почему-то так сложилось, что вот я поработал в разных местах, в разных компаниях, и у меня ни разу не было проекта, где мне нужно было бы работать с базами данных. Ну, да, так сложилось, ты с ними вообще не взаимодействовал, согласен, может быть. Вот, или там, если там люди, ну, если люди пишут проект, который связан там с базами данных, если у них там каждодневная работа заключается в том, что они должны работать с базами данных, то, ну, наверное, они должны это знать. Если ты там много работаешь там сетью, например, пишешь какое-нибудь там хитрое взаимодействие там между там бэкэндом и фронтэндом, то тебе лучше бы знать, что такое там HTTP, что такое там TP, как вообще работает сеть, какие-то базовые вещи. Если ты с этим абсолютно никогда не работаешь, то, ну, наверное, тебе эти знания там не очень нужны. Вот. Я постоянно там работаю с перформансом, я работаю там с какими-то там низкоуровневыми оптимизациями, там, с памятью и так далее. поэтому, ну, мне нужно знать все эти вещи, потому что, ну, в этом моя работа заключается, в том, чтобы там прийти и что-нибудь там оптимизировать. Вот. Если, как бы, человек этим не занимается, именно профессиональным перформансом, то, ну, глубоких знаний каких-то здесь не нужно. Но, учитывая то, что перформанс такой хитрый топик, потому что, ну, с ним соприкасаются более-менее все, потому что, ну, никто не хочет, чтобы про его скот сказали, что он тормозит. Ну, да. Да, поэтому здесь достаточно просто, ну, понимать какие-то общие концепты. То есть, понимать, из каких мест мы, ну, теоретически можем ждать проблем. Понимать, что, там, если мы 50 раз запустим одну и ту же программу, мы не получим там 50 одинаковых перформанс чиселок. Да, мы получим очень хитрое разделение, которое может быть очень сложным. Вот, нужно понимать, какие там есть там базовые инструменты для работы с перформансом на случай проблем, да, есть профайлеры, как ими пользоваться, что такое там сборка мусора, как она работает, да, почему плохо, если у нас там большой маморитрафик, что с этим делать и так далее. Опять-таки, я не говорю, что каждый там должен в деталях знать все нюансы работы ГЦ. Да, вот общие концепты. Ты вот очень такую как раз тему хорошую, ну, пример, как мне кажется, задронул, вот тот же сам там ГЦ, да, вот, ну, с одной стороны, ты там как разработчик Дотнет, ну, что ты, ну, у тебя там автоматический гарбереж корректор, ну, пиши код, господи, вызывай там у себя там диспоузы всякие, все будет хорошо, однако, как бы, как показывает практика, в реальной жизни очень неплохо понимать, когда, что, как правильно там лучше очищать, где там, что, что там референс каунты, что вот, ну, вот как это в конечном итоге чуть-чуть ниже работает, просто потому, что, чтобы свой код в итоге писать так, чтобы, ну, там, не оставлять где-то что-то следить, где-то лишний раз там что-то именно там более, скажем так, явно там очистить, указать, да, не полагаться на это, но тем самым там в итоге выиграв в производительности, да, потому что это вот вещи, если ты пишешь какое-то десктопное приложение, то все равно, как бы, вот такие вещи не могут на тебе сказываться в каких-то моментах, поэтому, мне кажется, это такой, в СГЦ хороший пример. Ну, знаешь, я здесь сторонник той идеи, что все-таки преждевременная оптимизация, это, ну, если не корень всех зол, это, по крайней мере, далеко не всегда то, чем стоит заниматься. То есть, если есть определенное четкое понимание, что вот это место супер критичное по перформансу, нам тут нужно заоптимизировать по максимуму. Тогда, да, нужно заморачиваться всякими этими вещами, но обычно этим занимаются именно специально обученные люди. Вот. Обычный разработчик должен писать там обычный код, который просто работает, который там хорошо читается, который там красивая архитектура у него, легко разобраться с API-шками и так далее. Это, ну, самое главное, что должен уметь делать разработчик. А вторая вещь, которую он должен сделать, уметь, это, если он встретил проблему, ему нужно понять, что с ней делать, да, то есть, если там, ну, приложение тормозит, чтобы он не разводил руками и не говорил, что, ну, вот, .NET медленный, процессор медленный, еще что-то медленное, я не виноват. Чтобы было понимание, откуда могут прийти проблемы и было понимание, чем вообще можно заняться для какой-то базовой диагностики. Ну да, собственно, вот, возвращаясь к benchmark.net, в принципе, это как один из инструментов, на который можно, может помочь в этом вопросе. Слушай, расскажи, вот, знаешь, интересно, ты когда там benchmark.net, вот, за время его жизни, сколько уже он лет, как бы, и проекту, сколько он уже живет? Больше четырех лет. О, ну, уже такой, да, существенный срок. Вот, как бы, интересно, с точки зрения разработки, ты как-то сразу тебе удалось, вот, скажем так, ну, подобрать какую-то архитектуру проекта и в дальнейшем вот она не менялась, только расширялась, улучшалась? Либо же все же были какие-то там несколько итераций, когда ты там написал первую версию, понял, что, а, не, все, вот, вот теперь пришло сознание, что на самом деле все неправильно, и это нифига неудобно, немодульно, там, еще что-то, и там переписал все, ну, не то чтобы с нуля, но, скажем так, достаточно существенно, да, в начале, когда там, ну, знаешь, в интернете есть очень много разных библиотек для бенчмаркинга, если там их поискать, для того же Дотнет, их там, я думаю, несколько десятков можно найти, каких-то очень простеньких, и можно последить, что, ну, все начинают примерно с одного и того же, это такие in-process бенчмарки, когда мы просто в рамках текущего процесса что-то там запускаем просто там н раз, и считаем среднее, вот, потом люди понимают обычно, что там бенчмаркинг это несколько сложнее, чем казалось вначале, и бросают это дело, вот, но вот я не бросил, я там, например, понял, что вот, если мы будем сидеть в одном процессе, то, во-первых, у нас нет изоляции, во-вторых, ну, нельзя сравнивать разные environment и простым способом, то есть, например, там, сравнить, там, .NET Framework и Mono, или там, сравнить разные NGT по производительности, вот, и, ну, наверное, такие основные мажорные инфраструктурные чинжи, они были связаны именно с поддержкой вот таких, на ней у нас называются toolchain'ы, у нас есть несколько toolchain'ов, там, дефолтно вот создает такие генеренные проекты, есть, например, in-process toolchain, который нужен для именно оптимизации полного времени бенчмарк цикла, если мы там хотим, не хотим сравнивать N environment, мы хотим в текущем что-то запинчмаркать, можно сказать in-process, и он не будет тебе какие-то генерить, билдить проекты, и я все запустит, как есть. Вот, потом было очень много проблем инфраструктурных, связанных с переходом на .NET Core, его долгая история, именно с ронтаймом-то все было достаточно хорошо с самого начала, вот с SDK к нему и с тулингом все было плохо, у Microsoft был такой переходный этап, когда они все хотели перевести с CS ProJ на Project JSON, вот, с которыми было очень-очень-очень много проблем, вот, очень много было проблем с интеграцией там проектов старого и нового вида и так далее, но вот здесь Адам Ситник очень много сделал, он там перефигачил всю нашу инфраструктуру на на вот эти все промежуточные новые версии формата, причем Microsoft раз в месяц говорит, нет, что-то мы плохо придумали, и теперь вот все, что вот здесь есть, это все legacy, мы это больше не саппортим, вот вам теперь новый правильный способ все делать, каждый месяц приходится все переделывать. Слушай, да, это классика, конечно. Да, сейчас вроде все более-менее стабилизировалось, то есть, вот у нас версия бенчмаркалки там 0.10x, она уже, ветка существует наверное около года, и по-моему там практически нет breaking change, мы все стараемся заботиться всяких backward connectivity и не ломать мне фишки, не ломать ничего. Но вот скоро мы хотим начать делать версию 11x, там будет много разных новых изменений, инфраструктурных, мы поняли, что наша система с гет-пакетами не самая оптимальная, нужно сделать определенные change, мы поняли, что многие фишки изначально были названы, ну, кривовато, нужно заренеймить все, еще мы хотим сделать единый формат для поставления перформанс данных, чтобы можно было все красиво сервизовывать, десерилизовывать, то есть сейчас можно запустить результаты, можно их там сэкспортить там с sv, xml, json, html, markdown, во что угодно, но заимпортить обратно уже нельзя, вот, и это не всегда удобно, вот, хочется иметь возможность там хранить данные, потом загружать и прогонять уже какие-то анализы по массивам насчитанных данных, вот, и опять-таки как есть сделать это достаточно сложно, но необходимы некие breaking change и рефакторинг, вот этим сейчас занимаемся. Понятно, да, слушай, вот еще интересно смотреть, ты как бы сразу так упомянул, что там пришли разные такие серьезные люди, которые там что-то законтримбьютили, я такая, в принципе, у тебя в твоем случае вот такой проект как бы очень опенсорс, положительный опыт, что прям вот нашлись сразу какие-то люди там, ну, сразу, не сразу, да, но тем не менее, которые, так сказать, довольно существенно контрибьюти, то есть не просто там какие-то там маленькие, да, там, не знаю, issues там или какие-то там, не знаю, печатки справляют, а довольно серьезные сразу вот такое глубокое покружение, да, вот было, потому что в принципе, но вот там общаясь с разными людьми, да, то есть это не всегда такой нетипичный use case скорее, то есть, ну да, приходят люди, вот там что-то начинают немножко использовать, начинают какие-то там по мелочам, может быть, кто-то контрибьютить, да, вот в твоем случае, я так понимаю, все же довольно-таки быстро нашлись люди более такие вот желающие прям сильно-сильно помочь проекту. ну нет, сразу не нашлись, то есть, ну не сразу, я именно, что в каком-то, если ты говоришь, там проекту 4 года, да, то вот когда так ты, ну вот расскажи, в принципе, про комьюнити, наверное, как оно развивалось, вот там ты опубликовал, да, понятно, там какой-то в начале мало что-чего было, ты, наверное, тоже там уже начал пытаться это дело как-то доносить вести, там как-то рассказывать, где-то упоминать, вот как вообще ты с комьюнити пытался работать, да, развивал его, расскажи. Ну смотри, одна история здесь такая чисто маркетинговая про популярность продукта, вот, она никак не связана там с технической стороной, в общем, вообще в мире девелопмента очень часто не так важно какая-то умная техническая составляющая, главное, как-то раскручишь продукт. Согласен, есть такой момент. Вот, соответственно, изначально продукт был, ну, не очень популярный, никто про него не знал, я пытался там рассказывать на конференциях, писать блокпосты, затем первый, наверное, прилив популярности к нам пришел, когда в списке авторов появился Джон Скитт, вот, и это сразу превратилось просто из библиотеки, которая делает какой-то там Андрей из России в библиотеку, в авторах которой числится Джон Скитт, то есть у людей сразу какой-то уровень доверия поднялся. Ага. Вот. Следующий большой этап это было присоединение к .NET Foundation. Этот процесс занял несколько месяцев, вот, там достаточно сложно, то есть ты берешь, подаешься, номинируешь свой проект на то, чтобы его включили в Foundation, там достаточно большая анкетка, ты заполняешь все поля, расписываешь, вот, почему твой проект такой замечательный, почему его нужно взять в Foundation, вот, потом приходят люди и начинают задавать какие-то дополнительные вопросы, в общем, это у нас все затянулось месяца на 4, прежде чем мы наконец-то переехали там в .NET Foundation организацию на GitHub и там передали копирайтеры. А какая вот как бы идея вопроса для того, чтобы в дальнейшем как-то, ну, было там больше у простых девелоперов там уверенности и именно популяризации или все же... Да, 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 то есть Microsoft там рассказывает еще про всякую там такую защиту юристов, там какие-то решения каких-то лекальных вопросов, чего-то такого, но по факту это больше имидж просто библиотеки, уровень доверия к ней, что люди смотрят, что это не какие-то левые ребята делают, а .NET Foundation и это вселяет какую-то уверенность, что проект не будет завтра заброшен и, ну, на него можно завязывать какие-то свои бизнес-процессы. вот, а про комьюнити, ну, комьюнити сложно, с комьюнити надо много работать, вот, контрибьюторов у нас, ну, вот, активных по факту сейчас два, это я и Адам Ситник, и есть много еще людей, которые, ну, делают какие-то там маленькие вещи, начиная от правки одного, там, опечатки в один символ в документации до внедрения там каких-то своих фичей. Вот, и с комьюнити есть еще много разных историй про то, как люди там приходят, то есть, некоторые люди, например, пользуются менчмарк.нетом основательно и их что-то, ну, нервирует, им что-то неудобное, им не хватает какой-то фичи, они страдают в какой-то баги, вот, самые активные из таких людей, они просто приходят и contributed fix, за что им огромное спасибо. Вот, есть люди, которые просто хотят просто поконтрибьютить в open source, потому что, ну, не знаю, это модно, это такое... Модно-молодежно, да. Да, хайповая тенденция, что вот сейчас говорят, что вот, GitHub, это твое резюме, вот, всем нужно коммитить в open source и так далее. И я есть никто, у них у них такое мнение, и людям, ну, без разницы, куда, просто хочется там что-то поконтрибить. Вот, для таких людей обычно создаются специальные ишуи на GitHub, помечаются там тегами upforgrabs или goodfestissue, и, ну, создание таких, придумывание таких икетов, оно, ну, тоже требует определенных усилий. То есть, это вещи, которые мне намного быстрее сделать обычно самому, но я их не делаю, потому что я хочу там предоставить возможность новым контрибьюторам, ну, прийти и сделать их. Нет, ну, это как бы еще один возможность завлечь немножко, потому что что-то легкое, простое, заинтересовать, и, возможно, это в итоге, так сказать, человек заинтересуется и дальше уже что-то будет более интересное, серьезное делать. Да, именно, то есть, я зачастую трачу намного больше времени, чем я потратил бы на разработку, на создание красивого тикета на GitHub, объяснение людям, куда нужно смотреть, что делать, как это пофиксить и так далее. Вот, но в итоге, когда, ну, человек делает свой первый pull-request, он проходит определенный такой порог рождения, он уже, ну, представляет, как там собрать библиотеку, примерно представляет там вообще какую-то архитектуру, где какой код находится, чувствует себя уверенным, что вот он может прислать pull-request, который могут принять и так далее. Таких контрибьюторов можно, ну, ожидать чего-то еще. Ну, да, да, согласен. Слушай, а вот, насколько там вообще у тебя документация и само тестирование библиотеки, кстати, хороший вопрос, да, то есть библиотека для тестирования ведь тоже должна быть протестирована, покрыта там юнит-тестами и прочими вещами. Да, ну, тестов у нас с одной стороны хватает, вот, у нас есть, как обычные там юнит-тесты, которые там базовую математику проверяют, это базовые фичи по форматированию там таблиц, и у нас есть очень много интеграционных тестов, которые именно по-честному запускают новые процессы, гоняют их, получают данные с них, агрегируют и так далее. Вот, это все гоняется автоматом, у нас есть PCI, для винды мы используем Appair, для Linux и Mac у нас билды гоняются на Travis, вот, ну, с другой стороны, тестов, конечно, много никогда не бывает, и хочется покрыть много-много-много-много-много всего, вот, но, конечно, как всегда, нет времени, фичи делать намного интереснее, чем писать тестов. Ну, да, это такой типичный из кейс, но с другой стороны, ты знаешь, я вот так по себе заметил, что в принципе, вот, поскольку это какой-то, ну, такой, пэт, не пэт, проект, ну, скажем так, в свободное время ты им занимаешься, да, иногда даже вот думаешь, не, ну, ладно, вот специально все-таки вот потрачу там, не знаю, неделю, напишу тестов, ну, потому что они точно в дальнейшем сыграют мне там, сослужат хорошую службу, что называется, вот не бывает у тебя каких-то таких вот там иногда, ну, не знаю, каких-то ощущений? Да, бывает, ну, вот, например, я там уже говорил сегодня, написал недавно, детектинг мультимодальных распределений, это очень такая, ну, непростая фича, которая не до конца понятна, как должна работать, вот, и я очень много сидел, сочинял, придумал алгоритм, который работал бы в реальных условиях, то есть, с одной стороны, у нас есть уже куча, каких-то там готовых решений, алгоритмов, которые там можно в интернете найти, в какой-то книжках, по-моему, от статистики, вот, но у них у всех есть большой недостаток, они в реальной жизни не очень хорошо работают на какие-то вот именно данных, которые получаются в виде перформанса распределения с реального кода, вот, и задача была, ну, сделать что-то, пусть не очень такое красиво выглядащее и с красивыми формулами, но что будет работать, вот, и первое, что я сделал, я написал много разных тестов, я написал результат, который мне хочется получить, это вот очень правильное решение было, потому что там в дальнейшем два-три дня сидел и пытался написать такую реализацию, которая на всех тестах мне даст хороший результат. да, хороший, хороший кейс, ясненько, слушай, но еще, наверное, тему, которую хотели, хотелось бы с тобой обсудить, да, это вот кто-то знает, кто-то не знает, что ты, помимо того, что, в общем, сам активно выступаешь на различных конференциях и рассказываешь там про всякие интересные штуки по производительности по большей части, ты также и являешься ни много, ни мало даже председателем программного комитета конференции .next, вот давай немножко про эту твою деятельность поговорим, расскажи вообще, как, наверное, знаешь, как ты сам вообще начал выступать на конференциях, да, потому что вот это такой тоже интересный вопрос, как вот ты там решился, потому что по большей части там все программисты, там интроверты, но вот как ты себя вообще ощущаешь и какая вот, как у тебя это было, расскажи. Ну, я начал, наверное, выступать на конференциях в такой академической среде, вот, я в университете много выступал на научно-практических конференциях, а потом для защиты диссертации мне нужно было съездить там в N-Mest выступить там на N-конференциях, чтобы отчетность хорошая была, вот, и, ну, я приобрел какой-то базовый опыт публичных поступлений и понял, как там нужно делать презентажки, как что рассказывать, вот, но в науке меня несколько угнетает, что от таких докладов несколько маленький импакт, ну, то есть, там, докладов, на которых какие-то рассказываются суперновые, революционные, суперполезные идеи, ну, не так много, обычно люди делают доклады, ну, не то чтобы в стол, но больше просто, чтобы у них была галочка, что-нибудь там. Ну, вот, вот, да, я вспоминаю свое время, там тоже в институте, что действительно, знаешь, когда ты приходишь, там, не знаю, вот я всегда привожу этот пример, очень меня прям он просто зацепил, когда, значит, я там на одной из тоже, когда учился в аспирантуре, знаешь, пришел, ну, конференция, там же надо выступать, там все дела, и вот там у тебя доклад, знаешь, там про то, как ты там пытаешься на нейронных сетях в то время, когда еще это не было модно и мейнстримом, значит, безбишенную китайскую камеру, подключил ее к Линуксу, и вот у меня система видеонаблюдения, и комиссия, комиссия из профессоров, вау, вот это инновация, ты сразу, знаешь, руки вот опускаются просто, и вот прям грустно становится, то есть научного ничего нету, но вот, вот зато преподнес, и вот, видишь, как получил. Кстати, а на что, про что у тебя была вот диссертация, я так понимаю, ты защитился даже, да? Да, в тринадцатом году. Диссертация была в такой, в общем, направлении называется системная биология, это стык многих разных наук, которые включают в себя математику, программирование, биологию, молекулярную генетику, и еще много разных таких методов, направлений. Вот, и моя работа была большей частью математическая, я изучал разные системы дифференциальных уравнений, которые моделируют генные сети, в которых там синтезируются белки с разными скоростями, у них там есть концентрации, там разные белки могут влиять на другие белки, там есть реакции катализа, разные хитрые связи, и вот нужно было такие системки изучать, и строить для них математические модели, и описывать, как эти модели работают, и потом моделировать все это на компьютере, чтобы получить красивые картинки. Ого, да, серьезно, серьезно. Ладно, вернемся немножко в строй наши, так сказать, прикладных задач в отношении к этому. Так вот, это, конечно, все прикольно, и мне нравится, я до сих пор продолжаю потихонечку заниматься наукой, вот, но на конференциях выступать не очень интересно, потому что, ну, каких-то супер прорывных докладов у меня нету, а в, а должна быть обязательно там научная новизна, то есть, ну, есть, конечно, там направление научпопа, когда ты рассказываешь просто какую-то общую теорию красиво, вот, но на основной части конференции требуется там рассказать про какую-то свою уникальную работу, которая, ну, в большинстве случаев не особо интересна остальным людям, которые там занимаются другими задачами. вот, то есть, какой-то импакт есть, но он очень маленький, а на разных конференциях для программистов можно именно принести много импакта, какого-то влияния на людей, то есть, вот, с теми же там Benchmark.net'ами я очень много занимаюсь там перформансом, Marscap'ом, очень много разных интересных деталей, трачу на это очень много времени, и мне немножко грустно от того, что вот, ну, я-то теперь знаю, остальные-то сидят и не знаю, и, скорее всего, специально не пойдут изучать, а штуки-то интересные и даже зачастую полезные. Вот, поэтому систематически выступаю, делюсь знаниями накопленными. Понятно. А на чем, на какой конференции ты первый раз вообще себя попробовал именно айтишный такой? Что это было? Ну, там большая конференция, если там мы не берем какие-то там локальные метапы и что-то такое, это DotNext, наверное, в году, в 2015-м я первый раз выступил. Ну, ладно, расскажи теперь, как ты вообще попал в программный комитет-то даже, конференции, потому что это немножко другая работа, совсем другое такое направление деятельности, скажем. Ну, мне просто понравилось направление вот этих конференций, и как раз Леша Федоров, который вот организует, генеральный директор конференции DotNext и многих других конференциях. Ну да, это, собственно, Jukru, для тех, кто вдруг не знает. Java, Joker, Jbreak, Möbius, Yezenbug, еще много других замечательных конференций, и вот направление DotNet тоже покрыто, конференции DotNet. Леша меня позвал, говорит, давай ты будешь в программном комитете и будешь ревьюить другие доклады. Я говорю, давай. Ты прямо так сразу легко и согласился. Ну да, у меня был какой-то запас свободного времени, но мне эта деятельность была интересна. Ну, а кто у вас там, большой у вас программный комитет, сколько у вас там человек? Слушай, изначально когда-то был маленький, то есть там во времена первых конференций почти все доклады и ревьюил сам, потому что людей вообще не было. Вот, сейчас, наверное, там, ну вот у нас есть тоже недельные синкапы, приходит там человек 8-9. Ну, уже прилично, да. то, что докладов, в принципе, у вас же, там, DotNet это такая, там, ну, целый день, там, несколько потоков и такое, то есть, в принципе, сколько обычно? Это два дня. Даже два дня вообще, да. То есть, это сколько там, не знаю, 30-40-50 заявок где-то, да? Нет, в этом году у нас где-то полторы сотни заявок. Ого, ничего себе, а из них, соответственно, надо отобрать докладов, это, сколько получается, где-то закладов? Около 30. Да, серьезно, вы тоже, соответственно, устраиваете там, прогоны, тезисы, вот это все, да, обязательно. То есть, у нас на недельных синкапах мы просто разгребаем пул заявок, вот, да, мы еще очень много работаем над тем, чтобы там найти новых спикеров, мониторим там известных личностей в интернете, пишем им письма, ловим их на конференциях, пытаемся завлечь, дальше мы разбираем заявки, вот, какие-то мы там сразу забраковываем, потому что понимаем, что наши аудитории они будут неинтересны, какие-то мы там сразу берем, потому что понимаем, что, а, вот этот чувак крутой, он явно сделает что-нибудь хорошее, его можно просто так сразу взять, вот, и есть уверенность. Вот, а есть очень много докладов посередине, которые, ну, у людей есть хороший контент, есть хорошее знание, но человек, например, не особо много выступает на конференциях и не умеет именно преподносить материал, там, стоять на сцене, рассказывать красиво, делать презентажки, вот в этом мы и помогаем, то есть мы проводим техническую экспертизу, вот, у нас весь ПК собран из таких практикующих девелоперов, которые много всякого разного про дотнят знают, то есть мы оцениваем именно техническую составляющую, чтобы человек по делу рассказывал, и мы очень много помогаем, там, презентажку красиво сделать, чтобы все это структурировать красиво, у нас есть специальные тренинги от разных школ ораторского мастерства, которые спикеров тренируют, чтобы они на сцене уверенно себя чувствовали, стояли, как-то умели рассказывать, ну и так далее, то есть здесь очень много направлений деятельности, ну и, но самое главное, конечно, постоянный ревью, основная часть спикеров проходит как минимум через одну тренировку, у некоторых бывает где-то до 10 тренировок в особо сложных случаях, вот, и там разные члены ПК отсматривают доклады, дают фидбэк, и стараемся работать. Ну да, в конечном итоге это хочется сделать красиво, и чтобы это действительно было не просто, так сказать, что-то скучное и интересное по контенту, но и подача, то есть, тоже важно, чтобы запомнилось в конечном итоге. Слушай, а вот расскажи немножко уже за столько лет, да, вот, про аудиторию конференции, да, то есть, вот, ну, в целом, что это за там разработчики к вам приходят, там, медлы, сеньоры, там, не знаю, студенты, и вот еще интересно, как-то она изменилась за вот там эти два, три, там, не знаю, четыре года, условно говоря, то есть, какая-то, ты замечаешь какую-то там тенденцию, ну, не знаю, там стало больше приходить молодежи, да, больше людей стало, там, не знаю, ловить спикеров и больше там как-то общаться, ну, по фидбэку вот по какому-то, ну, вот твои какие-то еще такие знания, ощущения, статистика. Ну, самое главное, наверное, изменение, это то, что конференция выросла, вот, то есть, изначально там было в районе, там, словно 100 человек, там, на каком-то первом дотнексе, сейчас у нас больше пяти сотен человек обычно приходит, вот, и люди, они просто разные, то есть, ну, с одной стороны, это очень много, это очень здорово, что людей много, а то, что они собираются в одном месте, ну, там, конференция, там, одна из главных, наверное, достоинств клевой конференции для меня, это то, что можно поймать клевых ребят и с ними пообщаться, с нами, какие-нибудь хорошие бизнес-контакты, обменяться опытом и так далее, и вот, в этом плане очень здорово, когда много умных девелоперов собираются в одном месте, но, с другой стороны, очень разная целевая аудитория, то есть, я не могу сказать, что, там, вкусы аудитории сместились в какую-то сторону, скорее, у нас появилось очень много людей, ну, с совершенно разным экспириенсом, с совершенно разным каким-то, сферой работы, с разными рабочими задачами и так далее, и они разных вещей ждут от конференции, вот, и мы очень внимательно относимся к фидбэкам, то есть, мы после каждой конфы, по каждому докладу собираем фидбэки от всех, и после конференции у нас есть там разбор полетов, в котором мы проводим ретроспективу, анализируем фидбэки, все фидбэки по каждому докладу, думаем, почему так получилось, что мы, как ПК, сделали неправильно, что вот, ну, не предусмотрели, что вот этот докладчик, он не очень, как мы его пропустили, ведь на него столько негативного фидбэка и так далее, вот, и разбирая фидбэк, видишь, что абсолютно на всех спикеров, просто абсолютно на всех, есть как положительный фидбэк, так и отрицательный, и зачастую он противоречит друг другу, то есть там на один тот же доклад у тебя может быть фидбэк, что вот, очень много воды и очень мало по делу, и другой фидбэк, что радует, чтобы воды было мало и там 100% было по делу, вот, и в этих условиях очень сложно подбирать именно такой трейд-офф, чтобы интересно было всем, вот, и тем, кто уже имеет определенный опыт в этой теме, и тем, кто, ну, только начинает ей заниматься. Ну, это вот, да, стандартная, стандартная такая проблема, мне в этом плане, знаешь, очень-очень понравилось, я вот, ну, на дотнетом я как бы так, поскольку сам не занимаюсь активно, не слежу, а вот там, не знаю, на том, что там Hull.js, знаешь, такой призначек, там, когда ставится программа, там, что это вот там хардкор, более такие серьезные вещи, это вот там начальный уровень, и мне кажется, это вот, ну, может немножко помочь аудитории, да, приходящей, тем более там, если несколько параллельных секций, немножко понять лучше, на что стоит идти им или нет, вот такой момент. Да, у нас есть целая система, то есть, у нас есть там уровни сложности, которые мы стараемся очень аккуратно подбирать. Да, вот я вспомнил, в какую сторону развивалась конференция, очень важная особенность. Конференции по Java были запущены раньше, SharePoint, ShareBreak, ну да, да, с них все начиналось. Да, и Java люди очень любят всякие хардкор, всякие доклады про кишки, рантайма, про то, как там ГЦ работает, про какие-то волшебные ключики, про хитрые оптимизации, ну, просто такие доклады очень популярны, и мы на первых .next пытались сделать именно вот упор на хардкор, на какие-нибудь суперинтересные вещи про то, как работает .net. Вот, но одним людям это нравилось, вот, другие оставляли много фидбэка, что это все, конечно, прекрасно, вот, но в реальной жизни абсолютно бесполезно. То есть, я там плачу деньги за конференцию, я хочу получить какие-то знания, которые я смогу потом использовать для, в моей карьере, для моих проектов и так далее. Вот, и сейчас мы, у нас есть там отдельный такой уровень сложности для практикующих инженеров, вот, это максимально такие полезные доклады именно с точки зрения практической значимости. у нас есть там три категории. Это введение в технологию для людей, которые там чем-нибудь там не занимались никогда, но им всегда было интересно. Например, там на предстоящем .next у нас есть доклад про rx.net, это библиотечка, которая позволяет клёвую реактивщину делать. Вот, очень много людей есть, которые там слышали про эту библиотеку, но никогда не было шанса там познакомиться с концепцией там реактивного программирования. Поэтому вот у нас есть такое введение условно доклад, в котором там объясняются базовые концепции для специально таких людей, которые может быть супер клёвые инженеры, у которых много леток, а просто они с этим никогда не работают. Вот, дальше у нас есть там доклады для практикующих инженеров, например, по какому-нибудь замарину или по какому-нибудь entity framework или каким-нибудь таким стэком технологий, то есть, которые люди используют в продакшене и хотят узнать больше о них, то есть, какие-нибудь там tips and tricks или там подводные камни. Ну да, какие-то особенности использования, да, или как там перейти с одной версии на другую с минимальной болью и так далее. Вот, а есть там хардкорд, который там практическая значимость в общем обсуждаема, но интересно. Но интересно, да. Ну, да, все-все-все логично, все хорошо, все в принципе ожидаемо, да, мне кажется, потому что молодежь как бы там, да, им какие-то хардкорные, они наоборот, кстати, а вот есть какая-то, знаешь, у вас такая статистика, ну вот там по распределению, так сказать, кто куда чаще там идет, ну, наверное, вряд ли у вас есть какие-то возрастные, да, характеристики, типа, что молодежь больше идет там на хардкор, просто по приколу или вот, или что-то такое, нет каких-то таких зависимостей, ну, каких-то явных нету, ну, то есть там условно-рандомно все, которые распределяются по залу, то есть мы пытаемся собирать статистику, как-то анализировать, там, кто наша аудитория, там, чем они интересуются, кто на какой доклад ходит, вот, более того, перед конференцией мы проводим ряд опросов, там, кто на какой доклад хочет пойти, вот, в зависимости от этого мы, во-первых, определяем популярность докладов и разносим их по разным трекам. По времени, да, и по трекам. да, то есть там суперпопулярный доклад, он там в большой зал, не очень популярный доклад, он там в маленький зал, вот, и если там доклад не очень популярный, это не значит, что он плохой, просто там может подниматься какая-нибудь нишевая тема, которая там интересна там 50 людям на конференции. Ну, да, да. Вот, но эти 50 людей, они будут там просто счастливы, например, с там доклад про Fshark какой-нибудь, вот у нас есть много людей, фанатов, которые ходят на все доклады про Fshark и очень-очень радуются, но их мало. Вот, а вторая вещь, это мы анализируем, кто на какие доклады одновременно хочет там пойти один и тот же человек и разводим эти доклады по времени, чтобы у людей не было таких ситуаций, что вот пришлось выбирать. Ну, нет, и ситуация, когда ему приходится выбирать, это, с одной стороны, хорошая ситуация, то есть, удачная конференция, это когда ты абсолютно в каждом слоте не знаешь, куда тебе пойти, потому что хочется и туда, и туда, и туда. Вот, задача в том, чтобы не было ситуации, когда в одном слоте ты выбираешь между двумя докладами и не знаешь, на кой пойти, а в другом слоте нет, ну, ничего интересного для тебя вообще. А, да, да, логично. Вот, у нас есть специальная программка, в которой мы закладываем результаты всех опросов, и у нее там есть определенные формулы, вычисляется штраф на каждую сетку, который рассчитывается вот как раз из этих конфликтов, и мы пытаемся минимизировать штраф и максимизировать вот среднюю удовлетворенность всех, всех ребят от сетки. Угу. Слушай, еще, знаешь, вот вспомнил вот какой вопросик, вот, ну, понятно, что там всегда есть какие-то такие тенденции там в IT, в сфере, там в технологиях, да, не знаю, например, там, когда вышел .NET Core, ну, очевидно, что там эта такая тема была, в общем, популярна, и вот там в случае организации конференции, ну, вы вот как к этому подходите, то есть, когда, допустим, ну, либо там выбор доклад про что-то хайповое, вот, то, что просто нужно, то, что сейчас на тренде и там между докладом, который, ну, точно знаем, что хороший, но он вот такой там специфичный, еще что-то, вот, как вы тоже это обсуждаете, решаете, что, как вы думаете по этому поводу? Ну, у нас есть определенная система с категориями, и мы для каждой категории прикидываем примерно сколько докладов мы там хотим в нее, например, мы там хотим пять докладов про хардкор, там, два-три доклада про какие-нибудь там новые технологии, еще сколько-то докладов, еще про что-то и так далее. И мы стараемся выбрать оптимальное количество докладов, чтобы сетка вышла достаточно сбалансированной, и дальше под каждую категорию мы понимаем, что вот нам нужно взять пять докладов про хардкор, а их всего семь. Соответственно, из вот этих семи нам нужно выбрать там пять самых хороших. Вот, ну, то есть это, конечно, все условно, то есть мы там перебрасываем доклады между категориями, не все доклады можно там однозначно отнести к какой-то категории, но все равно у нас есть некоторое понимание баланса, там, не можем сделать всю конференцию с хардкорных докладов, или всю конференцию про новинки. Мы формируем такой баланс, и дальше вот каждую категорию выбираем какой-то оптимум. Ну, ясно, что, хороший подход. Ну, что, наверное, мы будем потихонечку заканчивать, вроде бы обсудили все темы, какие, какие хотелись. Если есть что в конце добавить нашим слушателям, там, совет, пожелание, еще что-то, какую-нибудь мысль сказать, то давай. Ну, хочу пожелать всем хорошего перформанса, чтобы все программы работали очень быстро, не тормозили, и в плане какого-то развития хочу пожелать разработчикам, чтобы все побольше задумывались о том, что происходит на уровне абстракции ниже, чем тот, на котором они работают, и пытались там разбираться с вещами, а не сдаваться при возникновении каких-то сложных проблем. Нерешаемых задач их почти нет, нужно просто проявить определенный уровень упорства и иметь определенный уровень знаний. Ну, вот такое напутствие. Ну, мне кажется, очень даже хорошее, позитивное. Давай тогда на этом поставим точку. Спасибо тебе большое, что пришел в гости, было очень интересно. Спасибо большое, что позвал. Вот, ну, надеюсь, вам тоже было интересно, так что слушайте, пишите ваши комментарии, замечания, пожелания во всех возможных местах. Мы с радостью, с удовольствием их прочитаем, ответим, если будут какие-то вопросы. И до новых встреч, всем счастливо, пока-пока. Всем пока.